Сезон простуд Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Берите, берите цветы, передавайте дальше, передавайте туда, сюда, назад, конечно... Так, здесь мало мужчин, берите, давайте, забирайте. Закончилось, да? Тогда знаете что? Нюхайте, нюхайте и дальше передавайте. Просто сегодня каждая женщина должна понюхать цветы. Ну, давайте так... В общем, если вы понюхали, в другую сторону рассказывайте, как пахнет. Так будет быстрее. Кому не хватило понюхать, вспомните, просто вспомните цветы. Женщины, вспомнили? Давайте, закройте глаза, я дам вам секундочку, да? Вспомнили цветы? Теперь у вас есть в голове цветы? У всех в голове цветы? Это от нас, от мужчин. Ну, а теперь наш основной подарок, наш новый концерт «Серьги на ветер». Под ваши аплодисменты мы начинаем! Иланочка, я замужем была уже пять раз, а ты всего ноль. Ну, а это Аргентина и Майка начинают напрягать. Давай, исправляться, как-то выравниваться. Ксюш, мне и так нормально. Ничего не нормально. Короче, я нам в гости сегодня на 8 марта позвала мужиков разных. Каких еще мужиков? Нормальные мужики проверенные. Бывшие твои, что ли? Ну да. Ксюш, это как донашивать за тобой старое платье. Вдвоем. Да ну перестань, там половина платьев даже не надевана ни разу. Давай как-то я сама себе найду. Где ты сама найдешь? В интернете? На сайте Али Пипец? Сидела, выбирала, отзывы читала, а в итоге какая-то хрень пришла. Да помнишь, как это? Ожидание. Реальность. О-о-о, смотри. Первый идет уже, вон. Это который? Ну вон, дерганный. Чуть он дерганный? Может он просто энергичный? Энергичным он был до меня. Теперь он дерганный. Тихо. Привет. Привет. Это тебе? Че ты мне-то даришь? Вот Илана ей дари. Че, прям при тебе, что ли? А она выживет после этого? Не, не придется их потом есть? Не придется, дари нормально. Лучка, это вам. Спасибо. А вы где работаете? Служба безопасности в банке. Квартира, машина. Так, сразу перевожу на правдивый. Охранник, общага, Нексия. У меня оружие настоящее есть. Да. Баллончик. Че, как тебе? Ксюшенька, никогда не думала, что я так скажу. А можно всех посмотреть? Конечно. Девушки, я вас приветствую с праздничком. Даня, Илана. Здравствуйте. Так, Иланочка, очень приятно. Это конфетки с коренечком для вас. Спасибо. Ксюшенька, это для тебя конфетки. А, мои любимые. Да, да, с мясом. Иланочка, вы прекрасны. Выходите за меня, я смогу обеспечить вас до конца жизни. Даня, 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 остановись. Она планирует прожить дольше, чем год. Привет. Привет. Здравствуйте. Дима, ты чего через окно-то? Господа, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. В окна? Как романтично. Ага, романтично. Я теперь понимаю, куда у меня телевизор пропал. Я вернусь. Ага, вернешь. Так, Дим, я не поняла, ты чего с пустыми руками? Все с подарками приходят вообще-то. А я пришел, забравь все свои подарки. Ага. Ну забирай без проблем. Все рассветы, закаты. Рубаны, моря и океаны. Отдаю. Илланочка, теперь это все ваше. Спасибо. Только посмотрите, ничего она там не поцарапала. Ты что такое? Да ладно, ты же знаешь, у меня из шкафа привычно выходить. Как говорится, хорошие любовники на дороге не валяются. Они из шкафа выходят. Добрый вечер. Ктюшенька, я, конечно, понимаю, что у каждого свой скелет в шкафу. Но почему у тебя в шкафу это не валяшка? Эй, я валяшка. Да? Да, валяшка, куверкашка, обнимашка, целовашка. Такой вы темпераментный. Думаешь, да? Темпераментный? Да не, максимум 37 продулок, можете. Таким всем добрый. И что характерно, вечер. Виталий. Вы изменились, Александр? А, вы неправильно поняли. Эти цветы для мужчин. Вы очень изменились, Александр. Вы дважды неправильно поняли. Эти цветы мужчины могут покупать. Я не в городе. Ну тогда женщины их могут покупать. А за это будет вам волшебный сюрприз. Скидка на первый романтический ужин со мной. Я извиняюсь, а я должна платить за первый романтический ужин с вами. Ой, ну что вы. Извиняться не обязательно. Ну что есть, желающие? Есть! По чему цветы? Молодой, платежеспособный человек. Весьмуамар, то все цветы бесценны. Беру. Достаточно? О, да, конечно. Возьмите. Пойду на эти деньги, 50 лет понеработаю. Так, Иланочка, знакомься. Это Сережа. Сережа у нас эдакий Робин Гуд. Он отбирает лучшие годы жизни у богатых женщин и отдает их бедным. Да вам. Иланочка. Да. Давайте бросим все. Так. И убежим с вами в Тагил. Сергей, ну я не хочу в Тагил. Блин, надо съездить в этот город. Посмотреть, почему туда никто не хочет. АПЛОДИСМЕНТЫ Иланочка? Максим! Иланка! И-э-э-э, Илана. Илана! Илана! Ты что не сказал-то, что у тебя парень есть? А, парень, да, есть. Но он сейчас далеко, в командировке, в Надыме. Мой парень. Мой парень. Это что за... Мой парень. Мой парень. Мой парень. Мой парень. Ксюша, пойдем в кино. Ксюша, зачем тебе второй раз смотреть фильм «Волга-Волга»? Пойдем в ресторан. И зачем ей ресторан? Пойдем в парк калорий сжигать будем. Полетим со мной в Дубай, сделаем там а-а-а-а. Я что хочу пойти? Давайте хотя бы третьим, я мешать не буду. Просто... Да, короче, стоп, 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 стоп. Я никуда с вами не поеду. У меня появилась новая любовь. Кто за любовь? Очень хороший парень. Зовут Бернард. Бернард? Бернард-шоу? Да, шоу. Какое еще шоу? Шоу... Ура, си, пельмени! Бернард-шоу? 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 Ну почему фотография на паспорте в полный рост? Почему у вас тут несколько? Шоу вон, закрыто. Скажите, это паспортный стол? Что, оглох? Убирайся к черту. Да, точно, вижу паспортный стол. Я к вам 15 дней не мог попасть. Это что, тир у нас, что ли? Попадать сюда надо. Иди в тир, там попадай. Это паспортный стол. У вас на работе не было? Я на обеде была. В Макдональде. В ближайшей Макдональде. В Минске. Давай быстрее, что тебе надо? Я хочу фамилию в паспорте поменять. На что ты ее хочешь поменять? На шампунь от вшей? На одежду по размеру? Или на новые зубы? На что ты хочешь поменять фамилию свою? На другую фамилию. А то надо мной все смеются. Смеются до того, как ты ее называешь, или после? И до, и после, и во время, и всегда. И даже когда не называю, хохочу. Не знаю, что такая фамилия у меня. Ну и какая у тебя фамилия? Я не скажу. Вы смеяться будете просто. Я 30 лет в паспортном столе работаю. Я не буду смеяться. Ну тогда угадайте. Ухозадов. Как? Тичкин. Нет, конечно, ну что? Чернопузиков. Нет, не Чернопузиков. Зажрила. Не зажрила. Махнач. У-у. Порошок. Западня. Углы. Абрыгевич. Серобоба. Гнида. Шмаровоз. Ублюрчиков. Редка Каша. Вонючкин. Горбик. Затухляк. Чмырик. Тут нет моей фамилии. А я не называю фамилии. Просто обзываюсь. Возьмите паспорт, тогда сами прочитайте, пожалуйста. Ну почему фотография на паспорте в полный рост? Почему у вас тут несколько? Вы же сами просили фотку три на четыре. Там как раз двенадцать человек. А ты какой из них? Вот этот рядом с голым? Нет, голый это я. Почему голый-то? Ну потому что нужно было на паспорт фотку без головного убора. Я подстраховался. Чего лица-то не видно у вас? Потому что я боком стою. Там потому что фотку с уголком надо было делать. Я уголок делаю. Знаете, как тяжело было одиннадцать человек найти, чтобы со мной голым сфоткались. Я их нашёл. Я просто на остановке зимой. Они стояли, я голый подбежал и к ним сфоткался. Холодно, наверное. Не, не холодно. Я согрелся, а они за мной два квартала бежали. Мне потом повезло, я под лёд провалился, меня в область внесло. Вы, конечно, заморачиваете людей с этими фотками три на четыре. Знаете, как сложно уголок держать голым? Я, кстати, схитрил. Я на фотке уголок не сам держал. Я разбежался, за остановку схватился и ноги на человека положил. А он мне из травматика стрелял. Зачем тебе паспорт? Ну, важно, надо было. Справку надо из бассейна получить было мне. Ну, в бассейн, чтобы ходить. Получил? Да, получил, но не хожу. Там просто надо через остановку идти. А меня на остановке недолюбливают просто. Я, значит, ничего не понимаю, зачем эти паспорта в 45 лет менять? Ну, ладно, я человек подготовленный, смог всё соединить. И три на четыре там, и уголок. А если бабушка там какая-то? Вы её как голой к остановке цепляете? Это же сложно голую бабушку цепануть к остановке. Я, такое ощущение, что вы не работаете, я один с паспортом хожу. С таким один. Я, кстати, заграница не делаю. У вас там вообще жесть. Там фотки нужны три с половиной на четыре с половиной. Я только одного такого нашёл. В гараже держу его. Второго ищу сейчас. Почему у вас вместо номера в паспорте картинка с жонглёром? Это что, не номер, что ли? Там такой номер был, все хлопали. Почему в графе «кем выдан» написано «сам забрал»? Я сам забрал. У вас очереди такие, а ночью залез, да забрал. Зачем ты в слове «прописка» мягкий знак добавил? А я думал, не дописали. Я добавил. Зачем ты его перед словом добавил? Так я ночью добавлял же. Ничего не видно было. Куда получилось, то я и добавил. В графе «дети». Почему столько имён? Ну, сколько видел, всех вписал. Я думал, это витарина от паспортного стола. Какая твоя фамилия? Можно на ушко? Давай. Ты зачем мне в ухо плюнул? Я не плюнул, я просто ухо подготовил, чтобы моя фамилия туда влетела. Сейчас скажу. Сказать? Не надо. Печати у вас какие-то странные. Это не печати, это наклейки от мандарины и бананов. Так с этими наклейками паспорт недействителенный. Что значит недействительный? Я по этим наклейкам в Эквадор и в Марокко съездил. Я хотел ещё в Египет съездить, но там с этих, с фиников фиг наклейку сдерёшь. Ну за что? Я тебе вот эти наклейки от фиников сдеру и поедешь куда подальше, не возвращайся больше. А я и финики взял. Что, действительно поможете? Держите. Финики взял. Вот это вот фиг отдерёшь вообще. Я сейчас твои финики к этому паспорту примотаю и езжай. Вот, это так можно было что ли? Не так можно выехать? Давай, езжай. Всё, только финики не ешь. Не вряд ли, я их с тажерой финики люблю очень. Стол убивает грудь. Кривятка выскочила на тропу. Женщины, если муж приболел, не занимайтесь самолечением. Лечите мужа. Дорогая, я пришил. Что? Ой, пришёл. Я говорю, пришил. А где наши дыти? Ой, а что я говорю? Какие дыти? Дэти, 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 дэти. Где наши дыти, бздына? Бздына. Ой-ой-ой-ой. Всё, мельчу, мельчу. Дим, что с тобой происходит? Петаница какая-то. Может тебе прилечь? Молчу прямо завтра. Что? Молчу. Говорю. Прямо. Наоборот. Завтра. Сегодня. Ты наоборот говорить начал, что ли? Ой-ой-ой. Забери засохнуть. Забери засохнуть. А, попить, попить. Дай попить. Держи. А почему ты так разговариваешь-то? Знаю. Понятка какая-то. Выздоровел чем-то. Заболел, что ли? Слушай, если заболел, надо врача вызвать. Сейчас, подожди. Алло, приезжайте, пожалуйста, мужу плохо. Ага, всё. Так, а что тебе дать? Может, что-то, я не знаю. Открой кусок стены, жарко. Становится интересным. Открой кусок стены. Закрой окно, холодно. Всё, я понимаю. Сейчас, всё. Здравствуйте, где больной? Ты на хрена пришёл? Дима, очень рад, что вы пришли. Ага, понятно. Так, что случилось? Прямо закончил молчать. Наоборот, начал говорить? Да. Понятно. Ну, давайте посмотрим. Угу, угу, угу. Всё понятно? Понятно. Что понятно-то? Всё понятно. Антоним и маминизм. Антоним и маминизм. Скажите А. Б. Ага. Скажите Ов. Во. Ага, сколько пальцев? Два. Вторая стадия. А, вторая. Вторая стадия. Стол убивает грудь. Креветка выскочила на тропу. Кашель автопус овцеевство. Телевизионство и муйда. Сечок-то, ты чё лех, а? Шулькой космодес. Садка-то, да? Партука. Тебя-дя-дя-дя. Ти-папайя. 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 К счастью, я вовремя успел. Болезнь ещё не прогрессирует. Ноги пока вроде нормально. Нарушились нейронные связи в голове. И он, получается, у него всё перепуталось в голове. Правильно я говорю? Нет. Вот видите, да, говорит. Антонима-уменинизм. Что это такое вообще? Ну как что? Это новый вид вируса. Женщина, вы что? Сейчас же пандемия. Это когда человек говорит одно, а думает вообще другое. Так, скажите, а что делать надо? Что делать? Не врать. Не врать, да. Конечно, это раньше надо было делать. Ну-ка. Ага. Переврал где-то и всё. Ну, мы справимся. Мы обязательно справимся. Ты же для меня кто? Чужое животное. Да, родной человек. Так, давайте ножку вот сюда. Ага. Внимание. Наблюдаем за молоточком. И вот тебе хорошо. Вот. Доктор, подождите. А вот это вот нормально? Ну, для этого юмористического номера, да. А в целом я бы не рекомендовал так делать. Да, я понимаю. Хорошо. Нога здорова. Нога... Он говорит, голова болит у него. Да-да-да, я понял, конечно. В щиколотках тишина. В висках стучит у него. Да-да-да. В висках стучит. И сделаем. Ага. Это лечится вообще? Сейчас попробуем. Конечно, должно лечиться. Так, включаем. Включаем. Включаем и поехали. Ага. Все. Отлично. А что он смеется-то? Так у него же я говорю, все сейчас наоборот. Если ему больно, он смеется. То есть ему сейчас прям больно? Ему сейчас капец как больно. Слушай, женщина, а где у вас можно руки помыть? Да, вон там раковина, пожалуйста. Ага. Руки сейчас помоем-то. Ой, господи, Димочка, Димочка, ну я же тебе говорила, ну не ходи ты в этот гараж, а. Что там пил? Много, много тарелок молока. Одна кружка пива. Ага. Что ты брешь-то? Еще к Светке поди заходил, да? Хо-хо-хо-хо. Кто новое забудет, у того ухо внутрь. Ты что? Он говорит, кто старое помянет, тому глаз вон. И не за это шубу новую купишь, понял? Ага. И ягодицу зашьешь. Нет, лицо не треснет. Ну, сейчас мы тебе устроим. Опа-ха-ха. У-у-у, как хорошо. Ну, давай. Когда у тебя зарплата? Год назад. Сегодня, значит, да? И где она? Потратил все до копеечки. Отдашь все до рубля. Великолепно. Великолепно. Нет, женщина, он как раз сейчас правильно сказал. Вы что, представляете, он начинает выздоравливать? Правда? Этот прибор можно, как говорится, выключать. Что вы делаете? Вы что делаете-то? Чего? Вы почему трогали прибор-то голыми руками, без перчаток? Вы же можете заразиться? Да, но у вас хоспит. Тоже мне. А, было больно, доктор. Да, 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 да. Зато вы сейчас выздоровели. Поздравляю. Да. Ой, спасибо. Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Пожалуйста, убийца. Пожалуйста, убийца. Ну, я же говорю, вы заразились. Ла-ла, папа и я. Ла-ла-ла. Я теперь вас лечить. Не-не-не, подождите, 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 подождите. Давайте просто посмотрим, посмотрим, что будет. Дня три потерпим. Умнейший. А раньше дурак говорила. Ах ты натурал. Такого она вообще никогда мне не говорила. Люблю тебя. А, хорошо. Ах ты красавчик вкуснопахнущий. Давайте ее навсегда так оставим. Отошел от меня. Обнимать буду тебя сейчас. Спокойно. Трамвай. Трамвай ведь тоже не наше слово. Трамвай не наше слово. А трамвай наше слово. В кабинете у городского чиновника уже два часа шло непростое совещание. Товарищ, вы не слышите мой месседж. Мы не можем прийти к консенсусу, потому что не в моей компетенции решать такие вопросы. Я всего лишь депутат по одномандатному округу. Не депутат, а избиралец. Не по одномандатному округу, а по однобумажечной околице. Вы не слышали, что ли, новое веяние? Все иностранные слова надо менять. Да? Да? На чисто русский. А если вы это не выполняете, с вашей стороны это подлянство. Что? Ну, саботаж. Абсурд какой-то, ну. Не абсурда. Не абсурд. Не лепится. Да и дрыть твой наряд. А ведь его леса. Приперлись тут два у тырка. Мозги компостируют. Ну, может же. Вот же. Ну, может, когда надо. Чисто русская речь. Только не мозги компостируют, а мозги дырявят. И все, и будут вообще... Вот по-русски чисто. От меня-то вы что хотите. Ну, вот вы в каком комитете работаете? По импортозамещению. Вот, ну, неверно же. Да? 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 И хорошо работаю, между прочим. Нет. Да хреново вы работаете. Почему? Ну, потому что импорт это тоже иностранное слово. Да? Ну, что сложного? Импортозамещение поменять, например, на возозамен. Я не понимаю, вы что, вообще хотите все иностранные слова поменять? Ага. Ну, погодите, товарищи, ну, они же сплошь кругом. Ну, ну, как, допустим, будет автомобиль? Одновоз. Ну, а автобус? Многовоз. Хорошо. А трамвай? Трамвай ведь тоже не наше слово. Трамвай не наше слово. А трамвай наше. Ну, ладно. А метро? Подземновоз. Прекрасно. Прекрасно будет звучать. В каждом городе-миллионнике должен быть подземновоз. Хорошо, да? Плохо. Плохо, плохо, плохо. Почему? Миллион, тоже иностранное слово. Не город-миллионника, а до хрена-человейник. Ну, поставьте, ну, у нас же куда ни плюнь, иностранные слова. Вот все виды спорта придется менять. И само слово «спорт», кстати, тоже не наше. Да, не наше, поэтому не спорт, а полезное потение. Ладно, со спортом разобрались. Отдельные виды, биатлон, допустим, как будет, там, женский, мужской? Ну, как, ну, лыжи-стрел. Слушай, ну, все же просто. Не пульт, а пальцы-тык. Не телевизор, а дальнозыр. Ну, хорошо, а как быть, например, с разными бутиками? Да не будет бутиков, все лавка. Лавка, 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 лавка. Согласен, у нас не бутики, а лавки. Ну, внутри же сплошь тоже иностранные названия. Джемпер, кардиган, свитшот. Кофта. Что кофта? Все кофта. Поверьте, вам мужики еще спасибо скажут. Это ладно, да. Ну, хорошо, ну, что, прям все кофта? Да, все кофта, а что не кофта, то пиджак. Пиджак не наше слово. А тут как с трамваем. Пиджак не наше, а пинджак. Да. Да с карманами. А у женщин все сарафан. Не бюстгальтер, а титька-нос. Ну, или титька-придерживатель. Максим Николаевич. От размера зависит. Знакомьтесь. Вот. Придерживатель. Ваш кофе с круассаном. Хорошо, что мы замену подготовили. Так сказать, Аксинья. Данил, войдите. Аплодисменты. Аплодисменты. Вот. Свет мой князь, батюшка. Вот вам сбитень, да, шанишка? А вот это вот титька-нос. А? Как же наиграло-то все, а? Ну, да. Батюшка, да не забудьте, что через 3-10 минут у вас толковище шоблы по растратам. Хорошая. А что она сказала? Ну, что непонятного-то? Через полчаса у вас заседание комитета по бюджету. Ну что, товарищи? Ну что, в принципе, в принципе, хорошо. Да не в принципе, а ГОЙ ЕСИ. Сможем рассмотреть ваш вопрос. Сможем, да. Ну все. Челом бьем, как говорится, боярин. Да-да-да. Пошли вон холопы. Ворусский как. Может, когда надо. Пошли вон. Прошел год. Аксинья, а где у нас панцетык дальнозырный? Хочу вести узреть. Вот же он. Все, нашел. Вести Екатерингорода. Новости Екатеринбурга. Надыш прошло тусилище бесполезное. Вчера состоялось заседание мэрии. Обсуждали взду заезду к Аликам Перепожим. Обсуждали цены за проезд на транспорте льготным категориям граждан. В Екатеринбурге отворена канолевая ожидалка подземновоза. В Екатеринбурге открыта новая станция метро. В рамках затеи каждому дохрена-человейнику по подземновозу. Под эгидой программы метро городам-миллионникам. Известие полезного потения. Новости спорта. Надысь не оплошала ватага наших мужелышцев. Вчера хорошо выступили наши биатлонисты. Я от Рублямбы заполучил логинов, остальные обмешу лилить. Золотую медаль завоевал логинов, остальные без медалей. Брехня. Прогноз погоды. Наичи ожидается не ахти, какая стужа. Минус 10-15 отрицательных угловых делений. Прости, Господи, Цельсия, будь он не ладен бусурман-кагар. Сегодня будет минус 10-15 градусов. Ветер, коли на Ирила глядеть, слева. Ветер западный. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эгегей? Порфирий? Акенфий? Ну что, со словами разобрались вроде. А скажите, никого арабские цифры не смущают? Негоже нам российские богатства арабскими цифрами считать. Гонорар? Какой гонорар? Заморские слова не разумею. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы должны смотреть на звезды. Чтобы вам ничего не мешало это делать, вы должны пропить квартиру. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Я Тони Ауконий. Я практикующий астролог. С 20-летним стажем. Сегодня мы с вами определим ваш астро-стиль, составим натальную карту и выясним ваши фазы звездного неба, определим на основании положения небесных тел. Запишите все это. Потому что второй раз я это не повторю. Вы спросите меня, как стать успешным астрологом? Я вам отвечу, вы должны смотреть на звезды. Чтобы вам ничего не мешало это делать, вы должны пропить квартиру. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это было трудно, но мне это удалось. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, не каждому это под силу. Поэтому хороших астрологов не так много. Если у астролога есть дом, квартира и две почки, это шарлатан. Это шарлатан. Бегите от такого астролога. Он постоянно будет отвлекаться на дом, квартиру и почки. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно отсутствие этих вещей делает меня профессионалом. Я смотрю на звезды, и звезды говорят мне, Тони, иди в зал. Потому что на сцене очень жарко, и тебя может развести. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравия господа, с вами астролог, нумеролог, нутрициолог Тони Алкони. Здравствуйте. Добрый вечер. Каждому из нас в жизни помогают цифры. Скажите, есть у кого-нибудь в зале 74 рубля? Эти цифры мне бы сейчас очень помогли. Вот встаньте, пожалуйста. Да вы что? Мне кажется, они вам нужнее. Вы тоже астролог? Знаете, как я понял, что вы тоже астролог? По лунным мешочкам под глазами. У каждого астролога есть лунные мешочки под глазами. Вы понимаете, как вас зовут? Владислав. Владислав. У человека либо есть предрасположенность к астрологии, либо нет у вас есть. Конечно, понял. Это видно. Владислав. Что вы сказали? Что еще раз? Вы сказали, вы не можете заниматься астрологией? У вас вшли до торпеда в Сатурне? Понимаю. Владислав, присаживайтесь, пожалуйста. И лучше слушайте Тони Алкони, лучшего астролога в мире. Вы спросите меня, как я понял, что я лучший астролог? Однажды я пил духи на убывающую луну. Я слеп. Не повторяйте моих ошибок. Да. Я думал, это ерунда. И звезды преподали мне урок. Через месяц после урока я прозрел. У меня открылся третий глаз. Правда, я не могу понять, где он. И каждый день открывается в новом месте. Но это не важно. Я вас буду видеть через астрал. Давайте мы начнем с вас. Я предскажу вам ваше будущее. Скажите, где вы живете? В Тагиле? У вас нет будущего. А вы сегодня встретите свою любовь. Это бутерброд с колбасой в 11 вечера. А сейчас я подарю оберег. Пожалуйста. Это не просто штопор на веревочке. Это ключ от бесконечной энергии. Это оберег от скуки. Это для вас. У меня есть уникальная способность превращать любые цифры в 0,5 и в 0,7. У кого-нибудь в зале есть 500 рублей? У вас. У вас. 500 рублей. Хотите, я превращу их в 0,5? Давайте. Хотя у меня семинар. Вам лучше самим сходить в астромаркет. Вы похожи на астролога. И вам спокойно дадут вот на это 4 по 0,5. Нумерология – это мощнейший инструмент для понимания вашей судьбы. Сейчас мы с вами составим натальную карту. Давайте мы составим ее с вами. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Для составления натальной карты нужна Наталья. Где Наталья? Где? Вы Наталья? Встаньте, пожалуйста, Наталья. Наталья, мы с вами составим натальную карту. Для составления натальной карты мне нужно число, месяц и год вашего рождения. Подождите секундочку. Мне еще нужен будет номер вашей кредитной карты и три цифра на обороте. Давайте начнем с последнего. Остальное не так важно. Что вы ржете, Наталья? Что вы смеетесь? Перестаньте смеяться, иначе нам понадобится метод ретификации, чтобы переправить негативную энергию аспекта в другое русло. Наталья, сядьте. Вы не готовы открыться миру звезд, Наташа. Есть в зале человек, который весы? Весы. Весы. Вы весы подойдите, мне нужно кое-что взвесить. Подойдите, пожалуйста, сюда подойдите. Вы точно весы? Я весы, да. А как вы поняли, что вы весы? Ну, посмотрите, как меня качает, я весы. Что ж, не видно, что ли? А как вас зовут? Меня зовут нетривиально Вячеслав Мясников. Мясников это который врач? Нет, это скорее который больной. Вы тоже астролог, да? Я, да, я астролог. У меня космический выход. Это чувствуется, да. У меня даже нет зубов в виде луны. А как так получилось? Куда они делись все? Их выбило с Челябинским метеоритом. Вячеслав, как вы сказали, фамилия? Мясников. Да вы что, а чем вы занимаетесь? А я сочиняю никому не нужные песни. Интересное занятие такое у него. Вы знаете, хотите знать свое будущее, Вячеслав? Конечно, хочу. А у вас есть 74 рубля? У меня есть. Доставайте, пожалуйста. Вот они. Это точно 74 рубля? Ну как же, вот видите, где-то не хватает как раз где-то 26 рублей. Это 74 рубля. У вас есть 74 рубля. Я нам с вами предсказываю прекрасное будущее на сегодняшний вечер. Пойдемте скорее в Астромаркет. Я нашел еще 20... 26 рублей. Это очень кстати. Пойдемте в Астромаркет, пока Венера не вошла в дом к Сатурну. Господи, Горухов, вот только тебя не хватало сейчас. Ага, я знаю, что не хватало. Я ж Маринка, как витамин Д, меня всегда не хватает. У деревенских мужиков скидка в Астромаркет на лице написана. Он там поет, что дрожь в коленках. Да, 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 шашлык будет через три минуты. Побольше овощей я услышала. Марина, ну зарекалась же не брать эти женские корпоративы. Все равно на них, кроме геморроя, не заработаешь ничего. Марина, Маришечка, Марин Дорфин, Маринфон 14 Про, Макс. Господи, Горухов, вот только тебя не хватало сейчас. Ага, я знаю, что не хватало. Я ж Маринка, как витамин Д, меня всегда не хватает. Иси, кафе не работает, куда ты? Банкет там у птицефабрики. О, птицефабрика. Курятник гуляет, словно. Это моя аудитория, Маринка. Мне Маринка перешла дорожку, словно кошка. И, конечно, повелась на звонкую гармошку. Мне мурлыкала она, кушала с ладошки. Я за это ей дарил кольца да сережки. Модные одежки, сумки, бусы, брошки. И теперь у самого ни ля-ля, ни ложки. Гороков, вот я вот не знаю, что у тебя больше по размеру, фантазия или печень? Из чего шашлык? Господи, женщины гуляют. Я же тебе сказала, из чего может быть шашлык? Из козлины. А что этот, их, Димка Султан, уже там тоже, да, с курицами? Кто? Ну, Димка Султан. Малышкин Димка. Он же у них единственный мужик в коллективе. Вообще не понимаю, зачем им там айтишник на птицефабрике яйца ловить? Бегать. Ой, Гороков, дурак ты. А, вон он идет, кстати. Ха-ха-ха. Здравствуй, белый господин. Твой курятник уже заждался. Что ты несешь-то, ну? Что там, началось уже, да, все? Ну, ты что, задержался? Я собирался. С духом. Нет, нет. Почему, я готовился. Вот смотрите, как получилось. Уважаемая Зинаида Степановна, Зульфия Шавхатовна, Элеонора Тихоновна, Маргарита, Лиля, Милена, Айгуль, Девчонки из инкубатория, Бригада упаковщиц, Бригада потрошительных. Эй, эй, эй. Это что за перепись населения? Почему? Это вы... Это поздравление у меня. Ой, брат. Какое это поздравление? Поздравление без музыки, это как чебурашка без ушей. Просто суслик какой-то. А вот если бы это на музыку положить, пойдем. Эй, чебуровок! Я тебе говорю, без тебя там справятся. Я, может, не пойду уже, а? Ну, что мне там делать, серьезно? Я и не выпиваю практически никогда. Ни зачем мне это надо? О, малышкин, ты где ходишь, красотуля? Я... Опять свой агребер сыграл. Нет, нет. Ну, зачем тебе эти злые птицы? Ну, пойдем, тебя там добрые ждут. Ну, пойдем, красотуля. Пойдем. Зала. С богом. Да. Что-то я переживаю, Маринка, за него. Дима, Димочка, демография. Пойду, наверное, все-таки выручать его. Стоять! Ты что, глухой, что ли? Я тебе говорю, закрыто там спецобслуживание. А ты что такая злая, Марифисента? Чего ты меня туда не отпускаешь? Сдается мне, что у тебя какие-то личные интересы. Нужен ты мне больно. Да-да-да. Так и скажи, что хочешь, чтобы только я тебе свои песни пел. Вау-вау. Каждый день домой меня ждет Маринка-кошка. Мне завидуют друзья, она ведь как с обложки. Только мне теперь к друзьям заказана дорожка. На любовном поводке защелкнулась застежка. Не храпи, как трактор, ни пукай и ни чавкай. Забралась в дом ко мне, как в трусы пиявка. Горохов, ты фантазию-то свою фильтруй, а то дофантазишься. Помогите. Тише, тише, Димон, надержи. Помощь уже тут. Давай, пей до дна, пей до дна. Это что, самогон? Не-не, это эликсир бессмертия. Точно? Да точно, точно. Человек он регулярно принимает, уже три раза воскресал. Димочка, ты куда пропал, а? Димочка, красотулина, ты куда пропал? Че, че? Че, че, пойдем. Да я как-то, нет, я как-то. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Точно бессмертие. А я, а я же, а я же не умею. Я же просто дурачок. Горохов, а ты че побледнел-то так? Я бы на тебя, Марина, посмотрел, если бы на тебя Годзилла нацелилась. Да, Марина, все из-за вас, из-за женщин. Мы все время перед вами что-то там унижаемся, ублажаем вас. А в итоге сгина... Сгиня... Сгиня... Сгинываем, как Димон. Чего? Чего, Димон? Все, сгинул? Или че ты думаешь? Этот монстр его обратно отрыгнет? Тихо-тихо, Димон, бурерожденный. Этот стол уже зарезервирован. Стол? Мари, ну не до капельки. А, не-не, мне не надо. У меня этих столов полный курятник. А, он еще здесь! Повылазили куропадочки. Стоять! Ну че, Маринка, поняла? Все, ты теперь под моей защитой. Пойдем ко мне, буду тебя прятать. Ну, где там в твоей холупе прятаться-то? Под одеялом, что ли? В сарае посидишь пока. А там видно будет. Господи, какой сарай! У меня там Годзилла с Кинг-Конгом сцепились. Марина, осторожно, если что, беги в сарай, я там! 50% скидка из-за того, что кто-то инвалид. А кто тебя сковородкой ударил? В мексиканской версии Буратино главная героиня – черепаха Текилла. Дим, завтра же 8 марта? Да. А что ты меня подаришь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну скажи. Отгадай. Отгадать? А смотри. Давай. Подсказочка тебе такая, смотри, такая. Опа-на. Чего это? Ну вот, ну смотри, ну вот. Это… Иллюминатор? Мы полетели в Париж, правда? Застылая, застылая, ну нет, конечно, ну внимательно, смотри. Ну что, покажи. Ну вот же, ну вот, смотри. Круглая. М-м-м. Это сафир, вот такой на палец, такое кольцо, да? Ну нет, конечно. Ну внимательно смотри. Ну вот смотри, вот видишь, вот. Ну круглая. Ну. Ну я не понимаю. Ну скажи. Ноль. Ничего тебе не подарю. В смысле ничего, почему? Ты понимаешь, я тут посчитал, так, по коль… Покумекал, так, сложил всё, в общем, за два следствия в местной жизни, в общем, ты мне ещё 7 тысяч торчишь. В смысле? Ты чё, ты чё, все подарки сложил? Ты всё посчитал? Господи, какое позорище, а? Ну это же стыдно, ну, господи, я никогда не думала, что мы душнилины. До такого опустимся вообще, господи. А чё, мантоварку чё ты вписал сюда? Нам её на свадьбу подарили вообще-то? Ну с чьей стороны родственники-то подарили? Дядя Толя-то, с чьей стороны? А чё это, подожди. Я уже до свадьбы была в минусе? Ты почему это? Ну я посчитал все затраты свои в конфетно-букетный период. Ты давай своим языком называй правильно. Не конфетно-букетный, а ириско-одуванчиковый период. Там расходов-то было, господи. Ну что, было расходов, ничего себе. А комнату я всё время снимал для утех. А, ну если мы так разговариваем, может быть тогда посчитаем стоимость предоставленных мной утех? Сколько там сейчас в час стоит? А сколько там? Четыре тысячи в час. А ты откуда знаешь? А, да я, это, я же, я же, ты смотри, солнце сегодня какое-то. Откуда знаешь? Ну это в среднем же, в среднем. В среднем? То есть ты ещё и сравнивал, да? Ну ладно, даже если. Четыре тысячи в час. За год это примерно сколько? Да нет, ну чё ты считаешь? Четыре тысячи в час, это же чистое время, как в хоккее. Надо считать-то. У нас за этот год набежало там, я не знаю, там, ну тысяч на двенадцать максимум. Да, у нас воды в душе больше набежало. Да, а за воду у нас кто в семье платит? Если что. А тариф 50% скидка из-за того, что кто-то инвалид. А кто тебя сковородкой ударил? По башке. А кто тебе сковородку на 8 марта подарил? Вот поэтому по башке и получил. Я вообще-то про Париж тебе намекала весь год, он мне сковородку эту... Чё за жмот ты, а? Да ты, между прочим, меня и полюбила, потому что я жмот. Я тебя полюбила, потому что ты меня на руках носил. Да я тебя на руках носил, потому что мне гантели было в лом покупать, в общем. А тут и дёшево, и сердито, и нагрузка распределяется как нужно. С каждым годом всё больше, больше, тихо. Какое позорище. Сложить все подарки, всё вот это считать. 20 лет, господи, нафиг. Ознакомься. Ты чё, за 20 лет все чеки сохранила? Да. А ты ж... А почему за воду так много? Я в 5 раз меньше тебя в душе. Не-не-не-не, это за другую воду. Зато в воду у нас всё нормально, это за питьевую. Ну ты ж у нас в бадунище просыпаешься и начинаешь в воду хлестать, как не в себя. Ты ж не можешь в душе мыться и пить одновременно. Я ж не могу, чтобы в душе пить, это ж надо под холодной водой мыться-то. Я не могу так вообще. Не можешь, плати. Пап, пап, привет. Привет с ним. Слушайте, я чё подумал? Мне не надо больше на день рождения подарки дарить. Да? Ага. Вы мне на 18-летие однокомнатную квартиру подарите и всё. Сыночка, если бы ты так в два годика сказал, а тебе уже 17 с половиной, ты куда? Нет, всё, что вы мне подарили, я обратно в зачёт хата отдам. Вопросов нет. Пожалуйста, набор фокусника. Да. Морской бой. Электронная игра. Ну погоди, вот это вот всё. Да, и это, и хоккейная форма, бать. В смысле хоккейная? А ты чё, хоккеем больше не будешь заниматься? Да чё-то я подумал, бать, хоккей не моё. Не твоё, да? Тогда 120 миллионов долларов давай. Чё это такое? Откуда 120? Контракт Овечкина. А чё сразу Овечкина-то? А потому что я в тебя вложился уже, я, между прочим, эти деньги уже посчитал. Я на тебя рассчитывал, вообще-то, ничего себе заниматься, понимаешь, хоккеем, ничего. Так что давай, либо 120 миллионов, либо фиг тебе, а не однушка. Да вы, опять подарки делите без меня? А я, между прочим, вам больше всех подарков надарил. Чё ты нам дарил-то вообще? Чё дарил? Все эти годы, каждый день я дарил вам надежду, что вся эта квартира будет ваша. И заметьте... Дед, 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 дед. Ну, ей воля, никогда. А вот это вот, ладно, не выкидывай, все равно дед доест. Это каждый день. Итак, друзья, мы поздравляем семью Душнилиных с тем, что в конкурсе самая скупердейская семья. Они занимают отчётное второе место. Стой, 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 подожди. Какое второе место? А первое кто? Первое семья Зажилиных. Вы чё, они вообще даже на финал не приехали? Вот именно потому, что они зажилили 50 рублей на метро, чтобы доехать до финала, они и выиграли. А вот второе место и почётный, утешительный приз 100 тысяч рублей. Ух ты, 100 тысяч рублей. Вот это чудо. 100 тысяч рублей? Это же по 25 тысяч на каждого. Ага. Чё, как в тот раз какаху положили? По праздникам тёща была неотразима. Особенно в зеркалах. Так, ну хорошо. О, это снимать надо. Так. Наташ, привет. Короче, я тут уже накрываю на стол. Пока ты едешь, я спою для тебя в своём овощном караоке. Так, секунду. Во. Здравствуйте, здравствуйте. Опа. Это чё, овощ в овощ поёт? Здравствуйте, Тамара Игоревна. Здравствуй, Людмил Огурченко. С праздником. Спасибо. Так, Николай, давай иди сюда. Мне надо с тобой поговорить, серьёзно. Это не я. Понятно, что не ты. Я про то ещё не знаю. Узнаю, поговорим по этому поводу. А сейчас я с тобой хочу серьёзно поговорить. Ну. Николай, мы же друзья. Чё-то звучит, как приговор. Николай, понимаешь, дело в том, что сейчас ко мне подруги приедут. Ну, мы 20 лет не виделись с института. А я не могу к себе позвать, потому что там Серёжа отдыхает после дежурства. Наталья же только часов в пять придёт, да? Может, мы посидим у вас часок? Да с чего это вдруг? Ну, Николай, ну, хотя бы из-за того, что это не твоя квартира, а Наталья, наверное, мои деньги куплено! Посидим часов. Ну, хорошо. Ну, вот и хорошо, вот и хорошо. Так, ещё одна просьба, Николай. Ты сейчас пойдёшь в свою комнату так глубоко, чтобы даже мои подруги не догадались о твоём существовании. Хорошо? А чё мне за это будет? Вот дырянь меркантильная. Чё, как в тот раз какаху положили? С грибами, моя любимая. С вами приятно иметь дело, Донна Тамара. А там... А там, если всё нормально пойдёт, ещё одну такую же получишь. Ага. Привет, девочки. Тамарочка, здравствуй. Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Нифига себе, девочки. Ну, проходи, 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 проходи. Зови. А что вы вдвоём? А где Ольга? Как? Ты разве не знаешь? Что? Она же в психушке. Да ладно? Да, Оля в психушке. Да? Главврач. Да-да-да. Она объявила себя главврачом, её положили в психушку. Слушай, ну давай, открывай, открывай. Открывай, Олег. А кто у нас писал? Ну, конечно. Помнишь Андрея? Андрея, помнишь, на которого ты глаз положила? Ну, прям положила. Ну, 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 ну. В Америке сейчас? Да ладно. Да? Да. А Валерка, помнишь? Ну, в которого ты была влюблена? Да, прям влюблена. Это была полярником в Антарктиде. Да ладно. Да? А Владика, помнишь, с которым ты медляк танцевала? Ну, и что, и что? В Австралию уехал. Раскидала их жизнь. Это не жизнь, Тамара. Это страх. Слушай, ну а дочку-то Наташку-то покажи, мы же её вообще же не видим. Конечно, конечно. Я только маленькой помню её совсем. Вот, 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 смотрите, вот фотографии. Вот, вот фотографии. О, большая какая. Смотрите, в общем, смотрите. Смотри, это же. Ну, а дальше. О, да это попугай. Да нет, это ты, это прическа у тебя на выпускной. Да? Смотри-ка. А это орангутан? Да, я больше не слона похожа. Это Лёха Петровна. Да это слон, я тебе говорю. Это точно слон. Что вы смотрите? Вот, вот, правее, Наталья, это зебра. Куда вы смотрите? Ух ты, ты какая красавица. Ты посмотри, какая красавица. Ну ладно, девчонки, предлагаю тост. Давайте, давайте за нас, а? Давай. Да, все-таки такие молодцы. Я профессорша, Тамара у нас генеральша. Ну это вообще министерша. Министерва. Прикол, как в школе прямо. Девочки, давайте выпьем за нас. Ведь только мы смогли из додика, язвенника и пьяницы сделать министра, профессора и генерала. Ну ладно, давайте рассказывайте. Нинка, а у тебя дочка замуж вышла? Да, за менеджера нефтяной компании. Ого, молодец. Моя ведь, судя, тоже вышла. За управляющего банком. Минуточку. Не удивлена. Тома. Что? А Наташка-то что? А что Наташка, что Наташка, что? Наташка замуж вышла у тебя? Наташка? Да, конечно. Там такая очередь была. Ну понятно, такая красавица. Ну и кто загробаствовал это сокровище? Ой, долго выбирала, 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 вышла замуж в итоге за дипломата. Да, очень хороший парень. Родители профессора. Он сам ГИМО закончил. Да ты что? Да, он работает сейчас, работает в Эфиопии. Великолепно вообще. Зовут Владлен. Интересное имя. Красавец, наверное, да? Ой, мой, мой. На Безрукова похож. Боже, Безрукова. Принтересно, пожалуйста. Добрый вечер, дамы. Это кто? Это родственник. Да? Зять это же родственник. Разрешите представиться. Владлен, дипломат из Эфиопии. Ну и, конечно же, зять этой прекрасной женщины. Ха-ха-ха, Владлен! А ты что, приехал, что ли? Это вы заметили? Ты же из Эфиопии прилетел прямо? Да, знаете, я как-то просто сразу спать лег. Устал после этого, ну, знаете, 147-часового перелета. Эфиопскими авиалиниями. Ой, как интересно. А может быть, посидите с нами, расскажете нам про Эфиопию? С удовольствием, дамы. Только давайте сначала выпьем за Эфиопию. Давай, давай, давай. Да. Ага, да-да-да, давайте выпьем, да. Дамы, а вы, кстати, знаете, что в Эфиопии 8 марта это день тёщ? Да вы что? Да. Все эфиопские семьи собираются и выезжают на природу. Да, на костре жарят. Барбекю. Тёщ. Так. Владлен, а мне кажется, тебе пора отдохнуть после самолёта. Да нет, я нормально... Отдохнуть тебе пора после самолёта. Что-то устал. Да-да-да. Я пойду тогда. Дамы, разрешите откланяться. Пойду позвоню супруге, тестю. Слушай, какой у тебя импозантный зять. Да, я симпатичный. И действительно на безрухого похож. То ли руками, то ли ногами. Добрый вечер. О, Серёжа! О, Серёжа, Серёжа, не страшно. О, давай, Лира, Лира. Ничего себе. С 8 марта. Поздравляю. Спасибо. Девчоночки. Спасибо. Поздравляю. Серёжа, ты куда? Так Владлен из Эфиопии приехал. Соскучился парень по Россию, матушка. А в сумках что у тебя? Берёзы. Ой, здравствуй, Маташечка, здравствуй. Тётя Нина, тётя Рита, очень приятно. Действительно, с праздником, мамочка, с праздником. А где Владлен? Он должен был из Эфиопии сегодня вернуться же. А он с папой там, да, 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 берёзами там развлекаются. Я так люблю. Вы шлёба. В общем, никакой это не дипломат из Эфиопии. Это мой муж, и зовут его Николай. Владлен, ты чё, Николай, что ли? Извините. Да, он пока безработный. Но у него всё впереди, и я его очень люблю. Что? Знаете, я тоже соврала. Мой зять никакой не менеджер, а обычный курьер. Какой ужас. У меня-то хоть охранник в садике. Да. Видимо, такая уж наша женская доля. Из безработных охранников и курьеров делать топ-менеджеров, банкиров и дипломатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну чё, я задам МГИМО? Какой тем МГИМО ты не выговариваешь уже, МГИМО? Ну-ка, поставь стакан, быстро. Спасибо, что приходите на наши мини-спектакли. Спасибо, что приходите на наши мини-спектакли. Восьмое марта где? Восьмое марта на календаре. Друзья, в этот, в общем-то, день, когда восьмое марта идёт по планете, ну не гоже, девочки, вам быть на рабочем месте. Поэтому мы под аплодисменты приглашаем вас в это уютное летнее кафе занимать свои места. И наслаждайтесь тем перформансом, который мы сейчас для вас, и для вас, и для вас организуем. Дорогие друзья, только сегодня, единственный раз, в общем-то, в этом году, только на этой сцене, проездом из... Сами понимаете, вы сами понимаете, мы представляем вам... Пожалуйста, вашему вниманию, под ваши аплодисменты, Сергей Бабинцев. АПЛОДИСМЕНТЫ Группа «Патрик Кэш». Наш давний друг, коллега, соратник, он просто постоянно в тени, как бы ни под сэфитами, ни под камерами. И уж как не сегодня, в этот замечательный день, мы, мужчины, сделаем друг другу подарок. Серёге, мы дарим три минуты эфира, а он нам свою песню. Песня, поверьте мне, замечательная. Все ждут этот замечательный праздник, просто некоторые ждут с нетерпением, а некоторые с ужасом. Этой ночью я не спал, друзья, всю эту ночь меня мучила мысль, а как мог не заметить и мимо пройти. Ведь давно на стенке он уже висит, ЕКБ не спит, Краснодар не спит, Питер, Оренбург, Москву, Неверслип, мужики на взводе. Паника везде, нужно суетиться, чтоб не быть в беде. Обведено всё жирно и на раза три, трудно не заметить. Хоть будь слепым и нельзя замазать и никак стереть. Восьмое марта на календаре. Восьмое марта где? Восьмое марта на календаре. Если был бы я, ну хотя б ван дамам, Я бы свой шпагат дарил на праздник дамам, Но я совсем простой, без шпагата парень. И без подарка я получу по фаре. Шубу-дубу я не купил зря, Электромобиль купить забыл. Нижнего белья не смог выбрать я, Значит, поздравлять будет вновь Баян. Восьмое марта где? Восьмое марта на календаре. Я решил подарок дарить не буду, Вымою полы, приберу посуду. Всполосну детей, собаку притшу, На вечерний стол покушать замучу. Стихи, вино, бокал, волшебный ужин, Подарок точно больше никакой не нужен. Спросит про подарок, подарю конверт, В нем будет мое сердце и этот припев. Восьмое марта где? Восьмое марта на календаре. Восьмое марта где? Восьмое марта на календаре. Восьмое марта где? Восьмое марта на календаре. Восьмой леван, да где? Восьмой леван, да на календаре. Восьмой леван, да на календаре. Восьмой леван, да на календаре.